Мы каждый день смотрим и читаем заявления Службы Безопасности Украины, где у нас постоянно раскрываются страшные группировки террористов, сепаратистов, всех остальных. 40 человек, которые готовят теракт, 50 человек, которые готовят теракт. Тут происходит серийное... Отметьте, что чаще всего эти... Это что-то анонимное, об анонимных. Не важно, но тут происходят серийные убийства, да, какая-то группа постоянно убивает людей. Сначала сомнения возникают по поводу смерти Чечетова, потом по поводу смерти Пеклушенко, потом некий Мельник, потом Калашников, потом... Во всяком случае, извините, перебиваю вас, но я лично в такие совпадения не верю, чтобы с разрывом в несколько часов погибли два таких, в общем... Так работает какая-то страшная диверсионная вражеская группа, а мы о ней ничего не знаем. Всех вроде переловили, а тут постоянно убивают. Вот хотелось бы просто узнать, почему вот... Или у нас мы что-то недорабатываем, ну, в соответствии с той версией, которую вы выдаёте, что это российский диверсионный... Хорошо, у меня встречный вопрос, Кирилл, а ваша версия? Вот вы всё-таки человек, который в прошлом имели некоторое отношение к правоохранительным органам, вы были главой бюро Интерпола в Украине. У вас есть какие-то свои мысленные вещи? Я знаю, что версию должно дать следствие. Я знаю, что занимается этим, действительно взял, так как вчера докладывал президенту, действительно профессионал, разыскник. Будем надеяться, что это следствие даст какие-то результаты, и мы получим ответы. Потому что, как вы правильно сказали, Евгений Алексеевич, слишком много вопросов. Эта тема заглушает предыдущую тему. А кто убивал людей на Майдане? И так далее, и так далее. А почему... То есть каждый у нас, каждый новый, 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 новый виток. Я надеюсь, что мы, наконец-то, получим ответ на вопрос. И если это российские диверсанты, я надеюсь, они будут... Владислав Сурков, простите. А вот на этой неделе журналисты выяснили, что Сурков только вечером 20-го, когда уже стрельба на Майдане практически закончилась, прилетел в Киев. По действиям, которые они совершали, работали профессионалы. Правда, коллеги? То есть было несколько выстрелов, выстрел в голову контрольный, переоделись и так далее, и так далее. Понятно, что это не гопники и не детушки делали. Дуже, Васько, вы действительно работали в правоохранных органах. И когда вы говорите, что есть контрольный в голову, человек, который четыре раза выстрелил, поехал из места злочину, а потом вернулась проверить ногой, что действительно живые выстрелят в первой часы дня, то где это профессионализм? Я думаю, что один раз даже посередине должны получать первые выстрелы Министерства внутренних справ. И тогда мы не будем ломать картина. Я хочу обратить... Это как раз специально сделано для отвода класса. Нет, это дело не единственное, у нас оказывается, сегодняшний день дилетанты расстреливают людей в центре города. Это гирше, нижние к счету роблять профессионалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова